Глава вторая. Время, оргазм, вечность – это всё одно. Соответствуя порядку в названии главы, начнём со времени. Помните знаменитую, восхищающую и при этом почти никому непонятную фразу Альберта Эйнштейна? Различие между прошлым, настоящим и будущим представляет собой ничто иное, как упорную, упрямую иллюзию. Попробуй дать своё субъективное пояснение. Любое будущее событие никак не отделено от настоящего момента. И не потому, что их объединяет непрерывная причинно-следственная трансформация, а потому, что будущего фактически ещё не существует. Причём этот факт практически единственный в этой реальности, который можно назвать перманентным. Будущее – это всегда просто идея или представление, которое всегда происходит прямо сейчас, и поэтому оно никак не отделено от настоящего момента. Про прошлое – та же история. Когда оно было непосредственным переживанием, оно было настоящим, и не перестало быть таковым впоследствии, так как воспоминания всегда происходят только в настоящем. Наше восприятие происходит посредством соотносительного колебания внимания между объёмом, ощущаемым как персональное состояние, и между объектами и событиями за пределами этой области. То или иное изменение вовне провоцирует ту или иную реакцию или трансформацию в персональном состоянии. Это поддерживает или провоцирует естественный интерес к переживанию текущих или последующих состояний. Любое сознание, ограниченное формой и условиями, стремится познать нечто большее относительно текущего. Сейчас не буду подробно отвлекаться на такой пример постижения большего, как пробуждение сознания путём перенастройки параметров восприятия, и рассмотрим более близкий каждому опыт. Эйфорический катарсис или хотя бы оргазм, думаю, знаком и очень многим. Такие переживания по своей сути – кульминационное состояние реализации постижения иного состояния. Нет, я сейчас не о ощущении кайфа, как о состоянии значительно относительному нашему привычному напряжённому ритму существования. Подумайте, что может быть максимально иным для персонального состояния сознания? Конечно же, состояние небытия. И в самом пиковом переживании оргазма все стремления сознания, привычно ограниченного ментальными представлениями о себе и остальной реальности, на мгновение приостанавливаются. В связи с тем, что в миг апофеоза удовлетворённости, обычно напряжённое неудовлетворёнными стремлениями эго настолько расслабляется, что в какой-то момент внимание теряет мотивацию и перестаёт что-либо искать или сравнивать. И в этот миг процесс восприятия на мгновение ловит свою паузу. Вот почему оргазм иногда называют «маленькой смертью». Потому что в момент возникновения состояния свободы от себя временный персонаж иногда успевает прикоснуться к вечности. Вечность – это не бесконечное течение времени. Вечность – это ничем и никем неизмеримый миг, в котором на сто процентов отсутствует восприятие. То, что преобладает над всем временем бытия, всего лишь отсутствие процесса осознавания в ничем не проявленном сознании, как сон никого без сновидений. А бытие – это взаимодействующее в настоящем времени сновидение непроявленного сознания о существовании себя и остальных. То есть рождение и смерть – это, по сути, одна и та же дверь. Только при входе восприятие постепенно настраивается на эту реальность, формируя самосознание, а при выходе – возможно, как постепенное затухание активности сознания, так и мгновенно. Восприятие жизни – это процесс трансформации из ноля в единицу и обратно, создающие иллюзию времени и пространства. Поэтому времени отделимо от вечности, так как течение времени происходит в вечности, то есть нигде. Все наши «я» – это временные ограничения внутри одной вечной свободы, прямо сейчас осознающие реальностью иллюзии существования отдельных себя. И, кстати, ранее упоминавшееся пробуждение сознания – это опыт осознанного достижения состояния свободы от ограниченного «я». Полноценное переживание такого осознания тленности всевременного превращает происходящую только в этом моменте воспринимаемую реальность в прекрасное чудо для никого. Большинство остальных «я» думают, что правильно знают, как все устроено. Но почему-то их правильное знание не приносит значительного облегчения, и они продолжают терпеть несправедливости этой реальности или напряженно бороться, трансформируя мир соответственно своим пониманиям. Хорошо их понимаю, так как и сам когда-то считал тех, кто хоть и живут легче, но воспринимает реальность иначе, неправильно понимающими или дурачками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!